всем привет господа сегодня на обзоре акустика brown l810 немцы настоящие то есть первые ну не считая рфт 9251 которые такие полочники простоваты хотя в общем неплохие так ты в целом да это мои первые немецкие колонки мне вот раньше писали типа челки одни японские вот есть всякие прекрасные там европейские но наверное речь шла не про настолько старинные да про что-то такое более современное может быть или там 90-е годы 80-е там и так далее но это браун то есть браун немецкий бренд который также в америке известен как адс просто адрес типа красивее решили вот и сделали для америке такой наверное бренд вообще на самом деле не знаю браун это вдруг браун это американский бренд и он в германии брауна в америке адс я не знаю ну короче суть в том что вот они брауны 810 то есть есть 710 они вот на картиночке насколько они меньше размером популярные достаточно такие известны и наверное из немецкой винтажной акустики вот именно винтажные 70-х 80-х годов 710 модель такая чаще встречается чаще всего встречается на авито в продаже то есть их много в россию завезли а так в целом ну не могут этим похвастаться от европейский винтаж чтобы их было много на авито как наверное и в автомобильной отрасли также и в колоночные в 70-е 80-е все-таки на европейском рынке самые такие продвинутые были скорее всего немцы по по количеству моделей пока по инновациям каким-нибудь да наверное но наверняка были свои бренды в каждой стране европы на тот момент там и французские какие-нибудь я только кубейс и знаю и факт факал кажется и итальянские какие-нибудь чарил очаривают и итальянские наверное и в этой в скандинавии там много всяких там джама нот дании по моему там много брендов всяких таких тоже финляндии были какие-то все это хорошо известно жителям восточной и западной европы как бы да а у нас тут это редко встречается и браун это самый такой доступный наверное способ и по цене и по распространенности познакомиться с тем что там за винтаж такой европейский ну 710 точнее 710 модель да вот у нас здесь она размером она большая на размером как орбита почти что то есть если у орбита ножки убрать то это почти будет один в один от орбиты там уже и до из 90 буквально совсем чуть-чуть то есть это колонки весом 22 килограмма каждая годы выпуска аж 69 года там по наверно какой-нибудь восемьдесят девят семьдесят девятый скорее да модельный ряд браунов и потом 80 он тоже продолжался и там такие же технологии только там просто с ч в ч оставались плюс-минус такие же дизайн чуть более благородный такой и басовики вместо восьмидюймовых там допустим вместо двух там один какой-нибудь на 10 например ставили но тем не менее я думаю что из браунов это вот 810 одна из самых крупных и тяжелых моделей а для европы там вот ценилась в отличие даже от японии казалось бы мы привыкли что японцы они любят компактность типа да все такое них маленькие тесные жилищные там условия но тем не менее у японцев вот и в 70-е 80-е были основной массы колонок были полноразмерные ну вот по крайней мере среднем классе было много то есть это считалось нормально когда у тебя колонки размером как из 90 плюс минус когда у тебя басовик даже больше чем на из 90 и японцы как-то не стеснялись этого типа что это какие-то понты дешевые и так далее они любили что красивые богатые по дизайну они тоже впереди планеты всей были а вот в европе другой подход менталитет другой но если все-таки браун это все-таки вроде немецкие до колонки наверное да и в америке тоже то же самое было то есть там по крайней мере в европе минимализм и там любили что-то более компактное более легкая типа как вега 50 106 примерно такого размерчик то есть с 8-дюймовым басовичком от эстония например это прямо чисто и европейские такие типовые колонки по своему размеру по своему весу то есть до 20 килограмм и размерчик такой как амфетон 027 лучшем случае или как эстония на 8 дюймов чаще всего динамика основная масса была колонки компактной то что у нас считается компактной в европе было как бы нормально норма а вот такие вот которые ближе к с 90 размером это было редкости такой жир как бы и флагманские но может быть потому что они дороже стоили а может быть потому что они просто никому не были нужны в европе и там народ не гонялся за тем что типа чем больше колонки чем чем они крупнее тем они типа круче и если в японии или в ссср даже без труда можно было найти колонки крупные полноразмерные то в европе вот из винтажных если даже захочешь ты особо то их не купишь то есть такого размера я знаю только из классических то есть я знаю только этот кентон или canton city 1000 старый который похож ну так на хзк 12031 и все но я не скажу что я к сильно большой эксперт как бы европейской акустика для меня это вообще поначалу было какое-то такое неизученное непонятное да там потому что нету аналога аудиохеретажа есть сайт с хай фай вики но там нету картинок то есть и все это поэтому менее наглядно крупные колонки то были но они судя по всему их любили больше наверно финны и если они ну там танберг какой-нибудь если это правда не финская бренд если они как бы встречались стереотеста на канале был танберг недавно встречались то редко как бы да а если бывали какие-то новым там джама с огромными динамиками но это иногда это было такое как бы как макет колонок то есть дешевая не полноценный хай файл там какие-то джама здоровая вот они считаются типа не очень ну были разные короче я не особо разбираюсь на из из таких брендовых чтобы чтобы дорого стоили чтобы к ним стремились да как вот какой-то мечта всех там вот типа икона европейского какого-то звука и чтобы она еще была крупная не в виде столбика какого-то именно крупная и красивая такого мало существует по моему даже я вообще ничего не вспомнил из из подобного если там у японцев есть какая-нибудь yamaha ns 1000 монитору американцев там jbl 4312 там или l100 вот европе как-то как-то вот такого прям визитной карточки какой-то нету ну когда ты не особо ориентируешься ты цепляешься за то что самая распространенная и вот браун самая распространенная поэтому я давно еще года четыре назад еще даже когда у меня только японские начали появляться колонки подумал о европейском звуке вдруг он какой-то совсем другой ну вот например диатон да вот мне заставил задуматься то есть диатон 77 я купил и звук не очень такой чисто азиатский поздний японский скажем 87 год у них уже они стали все друг на друга похожие все таки звонки колонки среднего класса и поэтому начинаешь думать а какой это американский звук ну вот в итоге у меня были jbl 112 например и advent тоже loudspeaker недавно да не сказать что он сильно как-то по-другому меньше звона просто а такого прям чего-то американского такого я не услышал и также тоже думаешь а вот европейский звук он какой ну и так как я не помню уже говорил в этом видео нет что как в автомобиле строение доминирует германия в обычном европе да у них самое таки желанные машины также и наверное мире колонок 80 германия была самая но я это говорил самое продвинутая поэтому смотришь на немецкие тем более что их на них больше обзоров там и короче браун 710 я давно захотел такой купить есть даже один русскоязычный обзор на браун l710 на канале hi-fi волга где много интересной акустики только комментарии закрыты поэтому там комьюнити не сформировалась такое чтобы вот кто-то там делился мнениями или что-то еще но так автор пожелал без комментариев чтобы видео смотрели ну и так допустим по видео даже на hi-fi волга там эти брауны звучат достаточно так винтажно но приятно вроде да также вот когда я хотел купить jbl 112 я их долго два года два на них смотрел история была такая потом вместо них ямахой на с тысячам они только пил они все висели и висели в продаже два года и вот по моему у человека который продавал и потом в итоге я у него купил эти 112 jbl а у него еще и продавались брауна 710 тоже по моему это первый раз когда эту модель увидел загуглил там да там много обсуждений старых форумов каких-то где и хвалят говорят что это лучшее соотношение там цены и звука до 710 стоит недорого там но в районе может от 25 от 30 тысяч там рублей типа да но 710 они размерчиком-то поменьше они как фига 309 эти как из 90 ну короче брауна тебе всегда хотел как бы купить но на потом оставлял как просто вот что то что интересное но не первостепенно а вот недавно так совпало что как раз по продавал там некоторые свои вот этим колонки которые те же самые адвенты да наткнулся на американский ролик там обзорщик американ но американский обзорщик винтажа у него тоже вот эти вот брауны только под названием адс но их сразу узнаешь хотя по моему адс немножко чуть по-другому выглядит эти еще в чем или такие же не помню 810 710 он их так хвалил американец то есть он их сравнивал там с своими любимыми адвентами лауцпикер и даже по баллам вроде как эти чуть чуть выше у него забрались то есть он их уважает любит потом я нашел еще одного американца тоже но он правда владелец магазина винтажной аудиотехники американской и это самое он тоже хвалит 810 у него есть короче видео мои любимые колонки где но собрал он их там штук пять там присутствует по-моему джебил там 40 но и л 100 наверно там еще какие то те же самые адвенты по моему тоже и вот среди них вот это вот 810 адс он же браун и он даже сказал представлять он сказал что ему адрес это больше но 810 нравится больше чем jbl 4311 jbl 4311 достаточно такая известная в россии тема да и довольно дорогая а эти штуки допустим я купил за 40 и вот насмотревшись того и этого да я вспомнил что я давно хотел брауны я как-то слову случайно на авито увидел что продаются брауны 810 нет нет когда я видел посмотрел про 810 а вот от американцев я на авито спад зашел а там нету там 710 их много они на некоторые подолгу продаются например хай фай волга те свои колонки 710 которые покомпактнее он их продает уже года два наверное то есть спроса на такое нету а 800 десятых не было а потом вдруг вот недавно смотрю 1 810 появились петербурге и по цене такой заманчивый то есть 40000 учитывая что младшенькие стоят там 30 до то эти как бы за 40 это вообще подарок то есть познакомиться с немецким звуком с этим самым и плюс еще в таком большом размере хотя допустим от американские обзорщики не помню как у него канал называется он сказал что вроде как 710 и 810 звук один и тот же просто разница в количестве баса но тем не менее мы же все стремимся к самому такому высшему модельной линейки ход даже если разница просто чисто визуально просто интереснее когда они у тебя большие колонки ну и они более эксклюзивные то есть 700 десятых много 800 десятых как я понял я их правда не отслеживал мне кажется их на авито очень редко там раз в год бывает и поэтому можно сказать что мне повезло но еще больше мне повезет если кто-то купит когда я буду продавать потому что я все свои колонки покупаю послушал пару раз и продаю то что мне места мало вот короче brown 810 что это такое это топ модель там выше нее вот в американском видео я видел когда про речь про адресы там еще какая-то моделька которая выше нее и дороже но она прям как холодильник размером и у него там 10 динамиков короче она какая-то специфическая для больших каких-то не знаю голливудских вилл например или чего-то такого то есть для больших огромных залов а из таких приземленных нормальных вот это вот это флагман был то есть 800 тысяч в 1800 дойч марок она стоила так пишут на хай фай вики это что было понятно но я вот посмотрел у renovation sound табличку центом и типа что средняя зарплата в германии в 70-е было 15 тысяч дойч марок немецких марок да то ли на одного человека то ли на семью непонятно то есть 15 тысяч в год а это стоило 800 но также если по ценам на автомобиле на новые автомобили ориентироваться то допустим новый какой-нибудь там бюджетный автомобильчик типа жука там самый простой комплектации или там ну в 70-е жучки такие были или citroen 2 7 что-то такое простое но от 5000 дойч марок стоило что-то более нормальное такое уже типа opel cadet или там что там было 80 какой-нибудь ну cadet наверно то уже стоило 8 8 тысяч денег за 10 тысяч уже можно было нормальную машину типа там ford taunus taurus как он назывался то седан такой и 15 тысяч это уже цена престижных автомобилей типа бмв там 5 серии или там какой-то 2002 как она тогда звалась бмв 2000 в 70-е годы ну короче примерно то же самое что пятерка вот так вот а это стоило 800 если посмотреть на аудио хиридаш на японский сайт а такие колонки ну я не знаю если на хиридаже и такие колонки присутствуют да и в японских деньгах наверное это значит что их в японию тоже поставляли а почему бы и нет в японских деньгах она стоит я что-то не помню сколько но вчера смотрел 122 тысячи йен в 74 году это очень большие деньги потому что йена она ну как бы инфляция она дешевела и то что в 74 году было 120 тысяч йен это каком-нибудь 89 году через там 15 лет это уже можно сказать что 200 тысяч и настолько то есть но она деньги эти обесценивались на 200 тысяч йен это очень как ямаха какая-нибудь нс-2000 например то есть такие большие деньги всем четвертом году просили за вот эти брауны в японии ну японии всегда все довольно так дорого дороже потому что их туда привезти наверное ну транспортные расходы все стоило чего-то каких-то денег может быть треть цены закладывается в доставку там и все такое то есть дороже чем она у себя на родине стоило но тем не менее это очень дорого и сами понимаете 710 дешевле потому что она компакт не да а это было практически мечта всех и так как она появилась в как пишут в германии в 69 а вот японии 7 4 а тот момент дело в том что первая половина семидесятых еще рынок не был как бы сформирован не было большой конкуренции поэтому некоторые производители цены за свои инновационные продукты могли загибать очень серьезные прям очень да а потом уже концу семидесятых там особенно у японии там уже подтянулись все все начали ну вот это вот заполнять эту нишу то есть акустических систем высокого и среднего класса конкуренции и цены начали падать то есть это стало все более доступно а поначалу значит там в конце шестидесятых в начале семидесятых годов это было элитное такое особенно такие большие крупные колонки это было дорого и роскошно и престижно современные деньги можно если так прикинуть но грубо я думаю что это минимум 2000 евро бы они стоили европе слепани сейчас такие были колонки по тем ценам также я где-то слышал не точно не знаю но по-моему что браун это первые кто в мире начали делать купольные среднечастотники по крайней мере по такой технологии то есть с мягким куполом вот таким вот который пальцем прожимаешь он а потом он обратно форму возвращать как мячик такими с пропиткой вообще первыми кто в мире сделал купольные динамики трех по вообще трехполосную систему еще на купольных динамиках это были американская фирма acoustic research которая с моделью air 3 там air 3 а она появилась еще в 50-е годы это было то есть фурор и она до сих пор очень ценится их по 200 тысяч иногда продают они внешне как бы страшно и так же как в общем-то и браун но тогда просто была такая тема вот опять же многие сейчас сидят наверное думают как это это ж ужас как этот что это за дизайн такой да просто тогда во первых не парились с этим во вторых предполагалось что нечего ездить на машине с открытым капотом уже не ездить до с открытым капотом чтобы мотор было видно вы его закрываете также и здесь тоже во всех вот этих колонках первые волны гриль хоть он здесь и как бы съемный но он здесь съемный не для того чтобы туда смотреть а для того чтобы там протирать не знаю пыль например вот а так он должен быть всегда закрыт подразумевалось это и на на кусте крисерч поэтому они такие страшные что не никто не будет им под юбку заглядывать и здесь тоже до брауны и там пионеры какие-то с 10 то же самое но потом уже быстренько они поняли что люди некоторые люди любят смотреть на динамики чтобы ничего им не мешало никакие сетки слышать звук поэтому стали делать дизайн и тот же самый браун уже в семидесятые начал делать хоть какой-то дизайн там чтобы это и беседок нормально смотрелось хотя в целом конечно вот американцы и европейцы они в этом плане но были более отстающие от японии японцы сразу поняли что делать красиво америка и европа у них такой консерватизм и они вот это вот свои ящички делали практически до последнего до 90-х годов некоторые некоторые ограничивались в виде дизайна просто сделать бархатный передок такой типа обклеить вельветом бархатом чтобы было более-менее прилично но она японская впереди всей планеты в плане вот этих хромированных окантовок там всяких красивых надписей да вот это всего у них дизайн окей советский дизайн тоже в принципе неплохой но восьмидесятых годов то есть если посмотреть на амфитоны на из 90 это все вполне себе вот сравните вот с этим да допустим это вполне такие дизайнерские нормальные колоночки все вот они советские ну в семидесятые в советские были чё виктория симфония и 10 масс их спасало только то что в отличие от зарубежных таких вот аналогов у советских гриль не снимался он был на мертвых пределах поэтому это клетчатая ткань а что под ней тебе там не нужно смотреть поэтому они как бы никто их особо не ругал что они некрасивые что зато они были безлики а вот зарубежные вот тот же самый допустим обзорщик который топ своих любимых колонок там до показал у него там какие-то американские про который первый раз слышал но они некоторые очень дико выглядит то есть когда они закрыты они похожи на электростат и допустим снимаешь этот гриль и там она выглядит просто как какая-то кошмар какой-то на улице вязов но говорит звучит хорошо или те же самые адвенты там такая же история то есть с грилем ничего без гриля это такое но для тех кто сейчас 21 веке коллекционирует или как-то любит подобные старые колонки для него мне кажется это примитивизм это да это даже наоборот душу греет потому что к этому можно привыкнуть почему не тут я на картинку смотришь там браун ой такой страшный типа неряшливый все на виду вот эти подводы даже там подводящие проводочки привыкаешь и ты в этом видишь даже какую-то причастность к истории к тому что ну тем есть люди которые любят все современное есть кто любит какую-нибудь старину там какие-нибудь патефоны и вот им я думаю что их вообще не смущает как это выглядит и это выглядит и как акустик research air 3 выглядит например без грилей там вообще нужно быть морально готовым к этому чтобы это увидеть такая вот история ну а что касается значит того что они дебютировали да то есть вот если посмотреть на японские цены самые первые акустик research они есть на аудиохеретаже они по-моему за что-то там почти под 150 тысяч йен продавались в японии эти колонки air 3 до сих пор востребованы и они считаются очень такими но не правда мониторные говорят что не скучновато звучат но при этом очень правильно там хорошо и все такое несмотря на свой внешний вид и вот казалось бы такую что и дело как это самодельные какие-то япония ответила на это на акустик research например моделью pioneer cs10 там тоже купольный наверное один из первых вы в истории можете японии купольных нечистотников большой басовик в отличие от акустик research более такой дизайн более хотя тоже вот оно такое все простоватое но а брауны вот представлены вот этим вот германия что на тот момент 70 было у других ведущих немецких производителей я не знаю да и кроме кантона я больше никого не знаю кто там ну танберг что-то делал вот такая стой и все они главное все стоили в японии очень дорого и акустик research и браун очень дорого 122 тысяч йен представлять чуть позже уже япония начала подтягиваться и мне кажется что yamaha ns допустим 690 с мягкими куполами тоже такими только здесь они как бы полиполимерная там они по-моему тканевая и махи или там виктор со своим шелком хобута и вот этот виктор sx допустим 7 sx5 sx7 они же появились то тоже всеми третьем году практически вот в одновременно продавались с браунами например но там уже там не два 8 дюймов басовика хотя я не знаю здесь вот например это басовики или это пассивный излучатель не в курсе но герметичность хорошая то есть когда нажимаешь он прямо так это один нажимаешь 2 двигается и не они опадают то есть там в этом плане немцы постарались также эти колонки интересны тем что они при виде сзади допустим отличие от многих колонок у них сзади тоже можно сказать дизайн то есть там такая мощная плита такая как будто даже пластмассовая кажется на самом деле она или металлическая но это дерево покрашены в серый цвет такая крепкая ну короче вот виктор sx7 я думаю что если говорить про звук то эти колонки схожи с виктором sx7 во многом и совсем делались вот примерно по чтобы вот примерно такой звук был как здесь они прям похожи но только там 12 дюймовый басовик хотя сама по себе это ничего не дает наверное ну и секс седьмых у меня уже год наверное как нету или больше поэтому по памяти звук такой же очень похож что касается там всяких других технологий ну да браун типом вот круто там может быть поэтому это наверное первые европейские купольные динамики и браун кстати до самого 90-х годов вот это вот продолжал эту технологию делать ничего такого нового не сделал если японцы довольно быстро уже концу 70-х эту тему прошли с мягкими купольными динамиками и уже перешли к металлическим буквально там довольно быстро те же самые прообраз электроники тори которые от p1 у них металлический там coral x7 какой-нибудь у них уже в середине 70-х были металлические железные динамики считается что это более аудиофильская более крутая крутая тема но в то же время может быть менее натуральный звук а пионер какой-то там был cs2000 или как-то он звался или cs3000 кажется тоже флагманский дорогой которые предшественник модели 955 или там 933 который появился тоже в начале 70-х первой половине у него по моему вообще бери левый был купольный среднечастотный бери левые уже дина и уже не какой-то там вот как здесь или как на виктория бери ли вы то есть как на ямахе причем за несколько лет до появления ямахи нас 1000 монитор круто так что короче и braun 810 это типа европейский топ и как как я говорю американцы его даже сравнивать великими джебелами 43 11 что это не хуже представляете а стоят 40 тысяч всего лишь но в принципе тот же самый виктор допустим с x7 да и его там разновидность в виде с x55 они стоили это тоже дорого то есть вот это вот еще остаточная тема когда цены гнули и допустим с x7 виктор стоил если бы на херетаже смотреть что-то там типа 90 тысяч йен но звук у него как бы если там до сравнивать с той же ямаха это еще монитор ему до нее далеко то есть виктор это колонки старые и браун это колонки как бы первого поколения а там уже довольно быстро уже стучали следующего поколения акустика с более аудиофильским звуком а здесь он как бы более мягкий но есть свои любители то есть аналогового такого звука тем не менее по сравнению знаю наверно с многими акустиками начала 70-х этот это был прорыв то есть браун это был прорыв и также как и наверное пионер cs10 и акустик ресерч потому что здесь полноценный звук он принципе похож на современный да он может не такой там звонкий детальный как у колонок с металлическими в ч с металлическими с ч которые пошли уже 80-е годы с карбоновыми там какими-то но он вполне себе такой внятный нормальный и с басом вот если посмотреть на симфонию например которая родом из 60-х ну там чисто радио как радио и они многие такие были я думаю что многие в 60 колонки были подобного плана похоже на радио где середина верха и не очень низов вообще нету да а здесь как бы бас уже на уровне там скажем почти как из 90 только закрытом ящике лупит и у из x7 тоже так же пытаясь вспомнить ничего не забыл ничего сказать про этим предыстория в общем вот купил такие штуки за 40 тысяч просто из интереса тут видно что есть пластилин да какой то но я смотрел допустим картинки пишу brown 810 или одесс 810 в гугле и там полно колонок тоже у которых тоже такой же пластилин торчит из-под низкочастотников из-под среднечастотников то есть эта технология сборки такая это так задумано это не значит что да кто-то лазил там откручивал что-то единственное только вот разного цвета корзины ну наверное так задумано то есть там я фотографировал задние номера серийные может они отличаются динамики одинаковые просто такие знаете советские приколы как вот когда левая правая колоночка могут немножко отличаться верно в этом смысл ну а если посмотреть конечно же эти колонки были немножко уценены до 7 принципе цена должна быть там не знаю 50 учитывая их там редкость не значит что их за эти деньги кто-то купит но тем не менее потому что те же самые из x55 которые схожи по звуку с этими с x7 они уже там 45 50 стоит но у этих как видно есть на еще динамиках вот эти вот следы это следы сетки то есть вроде бы это немцы делали эти колонки но вот они просчитались сетками потому что гриле у них то они как бы такие сделаны из такой как бы рабицы которые довольно туда сюда гнется очень легко она вообще не прочная а под под ней подложка чтобы эта сетка не гнулась под нее сделана подложка из просто пар этого пенопласта то есть 50-летний пенопласт и там еще железки которые должны вот к этим штукам как на мебельным магнититься то есть чтобы гриль держался он держится на железках которые примагничиваются к магнитным держателям вот к этим вот и инженеры то есть они очень как-то близко расположили то есть там зазор очень маленький между сеткой металлической и с куполом среднечастотника который он за габариты не выпирает но очень он очень близко к этому да и чуть-чуть вот сетка прожмется и сразу на то есть прилипает к все еще он покрыт таким липким типа каучуком как раньше были в там 90-е годы мячики такие игрушки типа кидаешь его в стену и он прилипает ну не совсем а так как бы прилипает потому не скатится так прилипший лизун называлась вот здесь что-то такое это похоже и то есть она липкая но не прилипчивая то есть пальцем нажимаешь вроде липнет из-за этого он к себе притягивает там и пыль и всякие частицы вот допустим тут налипло на него много крошек пенопласты от ну перед пересылки например это все пинцетом можно убрать там я особо не старался поэтому но к сетке она прилипшая была потому что сетка во первых очень близко она даже в исправном состоянии мне кажется она касалась среднечастотника ну могла коснуться стоит эту к чуть-чуть давить и еще это верхняя планочка она там нет усиления виде железные штучки она еще давным-давно видим отломан эти планочки на 1 на 2 от того что продавили и сломалась поэтому жесткость сетки становится еще хуже и она вот до сюда гуляет и в итоге прилипает но видимо долгое время на прилипший было для еще динамика это не страшно потому что он прям форму туда-сюда то есть он как как мячик ему ему это вот обратно форму принял и все без проблем на звук я думаю тоже никак не повлияло повлияло на внешний вид то что пропитка каучуковая она вот ячейки виде формы ячеек сеток вот это вот но она когда отлеплялась вот она приняла такую форму это можно возможно каким-нибудь на не знаю намазать палец перчатки растворителем и провести пальцем и она возможно размажется да но это как-то мне не хочется делать потому что вдруг смоется этот пропитка например и тогда лучше пусть она так будет ну так такие отметины остались на на липучке то есть от сетки возможно она со временем само рассосется как бы это самое не будет ничего заметно что там такое дело но сетки надо чинить то есть у них этот поролон потрескался это абсолютно не трудно но я бы допустим если даже их привел заводской ведь я бы все равно сделал проставочки чтобы сеточку это немножко подвинуть вперед потому что уж слишком она близко это прям какой-то заводской просчет даже если она будет в идеальном состоянии на быть все равно чуть-чуть пальчиком брожал и она может обратно приклеится и это неприятно к динамику то есть оставить на нем отметки какие-то на на клейком слое теперь что касается звука ну звук как бы скажу так он похож на sx7 тем что он такой же убойный то есть он очень басовитый много баса бас ритмичный поначалу мне даже показалось что это колонки колбасерских как ни странно говорить про от колонки там 70 69 года разработки но они в принципе и всякое такое аудиофильское озвучивать нормально то есть объемно ласково местами очень натурально нету никаких титановых там призвуков да вот аналоговый звук но я их покупал для того чтобы не просто тому да про чтобы услышать какой-то немецкий звук настоящий что там за немецкий звук какой он да но я сбегая вперед скажу что у меня буквально может в следующем видел вот еще следующие немецкие колонки дай бог если они там исправные пришли их еще не раз не распечатал такие но не настолько старые как бы до поновее заметно сильно поновее но немецкие тоже высокого класса но об этом потом но от браунов я ждал чё-то такого вот не знаю что такое немецкое вот например те же самые рфт 9251 в них я как бы слышал может самоунушение немецкий звук в виде того что этот звук строгий такой маршевый и но немножко суховатый как мне казалось там что это как узнать как volkswagen типа такой немножко бухгалтерский немножко такой как бы это ну по линейке такой звук но строгий чистый при этом не позволяющий себе никакого как бы такого этого импровизации сильно большие но при этом как отличник такие мне были когда-то впечатления от рфт 9251 а вот брауна я ждал чего-то такого же каких-то короче что-то запоминающийся было но нет они звучат просто как ну как вот виктор sx7 как sx55 может быть даже потому что у sx7 были с чего чая такие не сильно выдающиеся у 55 более более хай фай на и звучание хотя динамики там такие же как у sx7 но у 55 были по крайней мере я не знаю что какие-то разные ревизии были но допустим вот у моей 55 sx виктор gvc там было был магнит небольшой в отличие от sx7 и баса там было маловато а вот здесь скажем так с чего че как на sx55 например ну а соответственно примерно как и на ямахе на 690 скорее всего который мне не было но баса здесь очень много и может быть единственное что здесь можно назвать немецким подходом к звуку то что здесь все таки бас в отличие от япон ну и sx7 тоже в принципе тоже не японский тогда в таком случае звук то есть эти колонки даже если ты ставишь тембра как бы в ноль то есть вот они у тебя нейтральном положении ничего не это баса все равно много и бас такой даже немножко перекрывает из чего че это на любителя то есть но это прикольно это могучий такой как слон такой звук да но например людям которые вот с возрастом у них уже там хуже слухам хочется более яркого более звонкого это может не очень понравится то есть целом этот звук можно сказать немножко темноватый чуть-чуть такое есть ну ты конечно может добавить высоких там на усилитель и у тебя будет ярче но все равно вот сам по себе натуральная природа этого звука он такой темноватый и басовитый это схоже с sx7 объемность хорошая там детальность нормально натуральность которые благодаря мягким динамиком нету никакого звона но такой детальности как на истинно аудиофильский каких-то там с керамическими там еще какими-то динамиками там неодимовыми магнитами современными тут конечно нету это просто такой средний меломанский уровень то есть детальность разрешения только единственно знаете смущает то что вот нечего сказать то есть просто ну послушал и все каких-то эмоций ярких нету звучат нормально прилично современно учитывая что это 70-й год то на тот момент они звучали очень конструктивно прогрессивные были да и это звук практически давно десятилетия вперед в том же году например появились jbl вот эти 43 11 самые первые там и л 100 попозже наверно но там например вы че были бумажные не знаю как бумажно это звучит также или хуже хотя у адвента тоже типа бумаги с пропиткой но если сравнивать с адвентика не знаю давно я если если пиафиадом поставил в адвентик явно звук адвент лавад спикер более такой мечтательный звук более легкий как бы более в облаках витает этот звук более такой как машина он были как паровоз он более тяжелый более напористый если говорить про какие-то жанры то тут такого явного ничего они мульти жанры то есть никак бы и там и сям но рокерскими их точно не назвать то есть но они как бы могут но не без азарта это играет дорог например там какие-то аудиофильский вот эти трели там всякие азиатские песнопения из аудиофильского сборника нормально неплохо голос вокал все как бы это но бриллинса нету по понятным причинам потому что лечение металлически а так в целом хорошо более-менее единственное что темновато любителям яркого звука говорю это может показаться глуховатым и например мой микрофон который все это записывает он же ведь тоже глуховатый вот он зума h1 у него вы завал получи поэтому на нем всегда нормальные колонки кажутся темными глухими а какие-то излишне яркие как там примеру с 90 на родных динамиках они всегда кажутся нормальным поэтому все это во всех сравнений с 90 хорошо переиграли там кого-нибудь кто в 3 в 3 там 4 раз дороже и так далее записи поэтому как будут эти звучать я понятия не имею но наверное так и будут то есть поэтому что могу сказать в итоге за 40 тысяч интересно но это интересно в основном именно коллекционерам тем как во первых кого не смущают эти следы на и среднечастотники есть на работоспособность это никак не сказывается только на внешнем виде внутри ничего не разбирал там этим колонкам допустим 50 лет и там стоят какие-то конденсаторы я видел фотографии в интернете вроде бы пленочные большая часть но парочка есть электролитических куда они там на бас идут или куда не знаю может быть если их заменить станет еще лучше если сравнивать с вот спикер то но адвент примерно все это все одно и то же но адвент ты не помню он тоже так не сильно впечатлял это все это примерно равно адвент более верхасты наверно и у адвента ведь у него двухполосность здесь три полосы поэтому двухполосность если она грамотно сделана и не зря же его там стереотест сквалил то есть там есть с минимуму сведено вот это вот фазовое смещение то есть два динамика между ними всегда есть если ну сколько у тебя не было динамиков вместе стыковки между ними всегда происходит завихрение которое немножко портит общую картину да поэтому двухполосный более предпочтительно потому что если там нормально играет средние частоты допустим воспроизводится то двухполоска у нее меньше фазовых искажений а здесь трехполосный поэтому они здесь есть в любом случае может быть поэтому адвент чуть-чуть выигрыш не кажется но так-то в целом все это похоже единственно что адвент все-таки у него был свой стиль такой именно и не описал там инди музыка такое все да а здесь как-то вот ничего нет но чем схожи с виктором и секс допустим седьмым этот был упоротый тот был такой танцевальный эти в принципе тоже я не любит когда и громко включаешь то есть на маленькой громкости не как-то не так раскрывается погромче делаешь все становится получше я не могу себе позволить громко слушать и на нормальном расстановке чтобы они широко стояли но хочу сказать что эти колонки мощные для своих лет они сравнимы с 90 по басу по там наверно по максимальной громкости хотя я бы не стал старые колонки мучить и какие-то там включать какую-то громкость потому что вот некоторые знаете говорят например у тебя эстония там например от 30 с а чё она не играет на 100 ваттах типа там как надо там так я говорю так и у меня бы даже в голову не пришло эстония включать на 100 ватт потому что она она же она же старушка чё я мучить до кастонии и 30 лет а этим колонкам 50 поэтому нужно понимать как бы что зачем включать сильно громко нужно уважать технику чем она как машина типа если ты на ней будешь все время гонять вот в ралли в какой-нибудь она у тебя развалится сразу да если ты на ней будешь ездить в запрограммированном режиме то есть на какой-то средней нормальной скорости то она будет жить долго и счастливо поэтому меня например я вот уважаю винтажную аппаратуру а если мне хочется там громко включить меня corvette куплю например он может орать это проверено или там что-то специально заточенная под высокую громкость под вот эти вот рекорды громкости поэтому от адвента какой-то остается послевкусие там от чаще от victor sx7 кстати нет он довольно с этим схож просто звук просто басовитый мощный при этом хорошо прорисованная середина при этом он не грубый он может вокал женский хорошо играется так и мужской вот ну как бы я бы сказал на свои деньги звучат наше время там эти если смотреть на винтаж там 30 40 тысяч то немного поэтому буду продавать ощутим на авито кому надо данные раритеты и в конце могу сказать про эту прикол про фирму пэк который это все отправляет с фирмы так я это последнее время стараясь но не надо не то чтобы стараясь их обходить но если там допустим кто-то желает мне именно такой фирмы отправить я говорю да ладно но короче смысл в том что допустим прошлом году я отправлял там san sui xl 900 и они насчитали короче место 0 как там 0,3 кубометра объем написали 0,5 вот и в итоге цена выросла там наверно на треть цена доставки такая история получилась но как бы я отправлял а то кто-то получил потом ну там человек перепоручил поэтому не догадались как бы заставить их то и там это была доставка на дом поэтому там пришлось заплатить сколько они сказали второй раз я отправлял какие-то тоже викторы там по моему 30 fx петербург и опять они тоже написали вместо 0,3 хотя эти эти колонки вообще маленькие там виктору ночью не вместо 0,3 написали 0,5 я ему еще говорю типа но когда он взвешивала обмерил я гречу правда 0,5 что ли говорит ну да но я покупателю сказал что типа вот будешь получать перед заставь их перемирить он перемирил и цену сбросили то есть там на полторы наверно там или на две тысячи вот это два раза было мне в прошлом году в этот раз мне вот эти колонки из петербурга тоже прислали и там сразу цена доставки такая типа 6 700 но это дорого то есть за такой вес они каждая весит 22 килограмма за такой размер за такой вес ориентировочно должно быть ну в районе 45 тысяч там но 4 700 например это нормально учитывая другие компании транспортные там деловые линии там энергии так далее них цены то плюс-минус одинаковые хотя последнее время энергии как будто бы дешевле или может мне кажется короче 6 700 и я смотрю как бы там вес написано вес 52 то есть в документах написано вес 52 килограмма а колонки каждая по 22 да и учитывая ну то есть вместе получается 44 и где-то еще получается 44 там до 52 еще сколько еще там 7 килограмм взялось откуда-то ну вроде картонные коробки не должны столько весить а так объем написано тоже 0 0 3 правильный объем не 0 5 вот я когда в пэк приехал я говорю можно перемирить в кассе она говорит ну да сходи там скажи что перемирили этот приемщик такой ну который там работать на складе он такой грита зачем у тебя и так все нормально да это такая цена у тебя что там короче все по объему типа ну что не надо ну не хотя начал все равно но как бы я не заставлял просто гривот ну он перемирил и он поставил на весы и на весах показывает 52 а я короче подумал что что-то они наврали с весом наверно типа ну допустим до 50 может быть одна цена а потом резко другая что вес неправильно а потом смотрю на весах и ну правда 52 и оказалось что там и правда 52 то есть потом я когда с упаковкой взвешивал то есть по документам получается если раньше они писали вместо 0 3 допустим 0 5 а потом признавали свою ошибку и сбрасывали цену то здесь получилось что и объем 0 3 в данном случае был правильный и этот самый вес 52 хотя я думал что это вот в этом как бы ошибка а на самом деле он такой есть вес я такой думаю ну зря наверное я его там заставил перемиривать он такой грустный мне кажется им как у них это работает может просто ошиблись вполне возможно правда уже третий раз и короче он перемирил вот я думаю ну то есть смысла в этом нету наверное там то же самое раз там вес такой же и объем такой же пришел на кассу а мне говорят а у вас минус типа как вместо 4 700 вместо 6 700 4 700 то есть там типа в районе 2000 по моему или 1800 они мне обратно мне отдали не отдали смысле горит цена настолько снизилась я даже не стал спрашивать почему потому что вроде как вес такой же остался и объем такой же да как они там чё считают но тем не менее вот после перепроверки цена стала нормальной поэтому ну то есть данной компании можно пользоваться но надо просто всегда если видите что это подозрительная цена какая-то или какие-то подозрительные цифру цифры то пофигу но если цена допустим выше чем обычно вы привыкли данной компании то лучше перепроверить такой вот у меня опыт ну хотя бы они как бы не отрицают а так бы они сказали например а чего чего у тебя вес правильный указан объем правильный а цена ну вот она такая цена и все типа там можно же придумать сказать там обрешетка там это 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 типа и все иди вася ну можно сказать но тогда она же не одна такая компания тогда клиент обидится и пойдет в другую например какой-нибудь вот такие дела